В самом начале работы проекта «Мы вместе» волонтерской деятельностью занималась небольшая группа активистов. Сейчас во Владимирской области пожилым людям помогают порядка двух тысяч добровольцев. Волонтерами становятся не только молодые ребята, но и люди более старшего возраста. Сейчас уже прошло полтора месяца и в наших рядах порядка двух тысяч волонтеров по всей области. Ребята, которые хотят и могут и помогают. Абсолютно из разных слоев, абсолютно разных возрастов. Люди, которые в свободное время от работы, которые, предположим, сидели дома, они говорят, мы не можем, мы хотим, готовы, горим, помогать. В списке нуждающихся в адресной помощи предоставляет Департамент социальной защиты населения. В набор входят продукты питания. Если пожилому человеку необходимо купить лекарства в аптеке или оплатить счета за услуги ЖКХ, то он может лично связаться с волонтером. На данный момент более 6,5 тысяч наборов уже доставлены жителям Владимирской области во всех муниципальных образованиях. До 1 июля продлится этот проект и всего будет доставлено 20 тысяч наборов. Анастасия Сергеева работает волонтером с конца марта. Девушка обрабатывает заявки, которые поступают в штаб со всей Владимирской области. Также она разносит постановление Роспотребнадзора всем тем, кто контактировал с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Все они должны соблюдать карантин в течение двух недель после получения этого документа. К нам приходит штаб заявки от пенсионеров, которым нужна наша помощь. Мы эти заявки обрабатываем и отслеживаем их выполнение. Штаб у нас областной, региональный. Если приходит заявка в один из муниципалитетов нашей области, мы ее направляем непосредственно в местные штабы. Если заявка Владимирская, мы ее сами обрабатываем, скидываем нашим волонтерам и они уже ее выполняют. Волонтером может стать любой житель Владимирской области в возрасте от 18 до 50 лет. Для этого нужно оставить заявку на сайте проекта «Мы вместе» и пройти специальное обучение. Константин Миронов, Егор Герасимов, Губерния, 33.